Вот, огненный барбус, золотая форма. Да, вот видно у самца прямо с перламутровым отливом бока. Красный низ, желтая спина, красные плавники. Ну, у самки практически такой же окрас, просто краснота плавников и живота не такая выраженная. Вот, и брюшко более округлое. Ну, вот, скажем так, как альтернатива, значит, золотым рыбкам, более неприхотливые в этом плане. Ну, такие же прожорливые. Ну, вот, дорогие аквариумисты, значит, такая довольно-таки привлекательная, относительно крупная. Вот здесь мы видим размер, ну, в соотношении, если с градусником взять, да, половина длины градусника, то есть, ну, сантиметров 8. Наверное, вот. Да, стайная рыба, вот, для того, чтобы увидеть прелесть стаи, желательно, конечно, чтобы было минимум 10 особей. Вот, значит, к кормам неприхотливая, всеядная, ест как растительные корма, вот, в виде манки или хлопьев геркулеса, ошпаренных кипятком. Вот, также, значит, и натреляя трубочника, единственное, что надо учитывать, рыба склонна к ожирению. То есть, данная рыба, у нее нет тормозов в плане пищи. Вот, то есть, она будет есть до тех пор, пока ее не порвет, и потом все равно будет продолжать есть. Значит, что касается сухих кормов, что надо учитывать при содержании данного вида рыб, что, когда вы даете корм сухой, будь то это хлопья, чипсы там или еще что-то, вот. То есть, рыбы с жадностью его поедают, а корм в этот момент сухой. Они набивают с жадностью себе брюхо, вот, потом этот корм начинает разбухать, соответственно, рыбу разрывает. Поэтому, вот, учитывайте этот фактор во время кормления, то есть, не давайте сразу большими порциями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова